Что делать за 10 дней до экзамена? Всем привет! Меня зовут Раиль Кандинский и у нас до ОГЭ остается чуть меньше двух недель. Первое, что хочется сказать, это сразу забирайте все термины для ОГЭ по обществознанию, которые могут встретиться на экзамене. Они есть по ссылке в описании в нашем телеграм-канале. Там вы можете посмотреть абсолютно все файлы. Там есть очень много бесплатной информации накануне экзамена по подготовке. Обязательно подписывайтесь. Мы по Лебас будем делать какие-нибудь сливы, курсов, разборы вариантов накануне экзамена, разборы Дальнего Востока. Поэтому, пожалуйста, залетайте, заходите. Это очень важно. Потому что накануне экзамена важно держаться рядом. Итак, что мы с вами сейчас делаем? Я постараюсь вам в этом коротком видео дать базовую информацию, которая нужна всем ребятам накануне сдачи экзамена. Итак, начнем мы с вами со структуры экзамена. Ким — это контрольно-измерительный материал. Это тот вариант, который будет лежать у вас на столе, когда вы зайдете. То есть по-правильному, по-хорошему, вот если представить вот такой школьный класс, вот три ряда парт. Первый ряд, второй, третий, да? Вы садитесь в шахматном порядке. То есть за одну парту садится один человек. Один человек садится сюда, другой вот сюда. Третья парта садится человек вот сюда. То есть за одной партой сидит один человек. А у вас на столе лежит вариант. У варианта есть номер, там, шестизначное число. Эти варианты, они по сути уникальны У каждого региона свои эти варианты Каждый прописывает регион эти варианты самостоятельно Поэтому вероятность того, что у вас в аудитории будет с кем-то общий вариант достаточно мала Так вот, из чего состоит ваш именно уникальный ким? Во-первых, все задания берутся из открытого банка заданий FIPI То есть они все заранее известны Чего-то нового, чего-то неожиданного туда не залетит, ребят, не переживайте В этом плане все нормально Каждого из вас будут ждать 24 задания Это будет у всех одинаково Суммарный результат, суммарная оценка, за которую 37 баллов Мы условно делим вариант на две части Это первая часть и вторая часть Первая часть это тест Вы ее заполняете в бланк ответов номер один Черной гелевой ручкой, аккуратненько, потому что проверяет ее компьютер Таких заданий 16 из 24 Это 8 тестовых заданий И 5 заданий на выбор верных суждений Ответом на эти задания будет цифра Последовательность цифр, слово или словосочетание Ну, слово-словосочетание только в номере 20 И вторая часть, так называемая сложная часть, письменная часть Состоит из 8 заданий Ее проверяют живые люди, эксперты ОГЭ Она оценивается 20 баллами И обратите внимание, что заданий мало, а баллов много Отсюда мы делаем простой вывод, что обязательно каждому из вас, кто претендует на оценку больше, чем 3 Обязательно важно решать вторую часть Посмотрите официальную, итоговую, окончательную разболовку на экзамен 37 баллов максимум, однако пятерка начинается с 32 То есть 5 баллов вы можете не добрать, не добрать и все равно получить оценку 5 С 24 начинается четверка С 24, то есть 24 балла из 37 это четверка И 14 баллов, 13 баллов это двойка И переходим в рубеж в 13 баллов Получаем 14 баллов Это тройка По сути это проходная оценка Кому-то из вас этого хватит Например, если вы остаетесь в своей же собственной школе Переходите в 10 класс А он еще скорее всего остается у вас и один в школе, например Да, если у вас 2 девятых, кто-то уходит в колледжи Тройки более чем достаточно остаться у себя в школе Просто перейти в 10 класс Почему это важно? Почему я это объясняю, ребят? Смотрите, с точки зрения закона и государства 10 класс необязательный Вам обязаны предоставлять основное общее образование Да, и вот здесь немножечко теории То есть ОГ, да, основное общее образование Поэтому у нас основной государственный экзамен Конституция и вот эти все обязательства по поводу образования Что вы должны ходить в школу Вас все контролируют Родители обязаны вас водить в школу Государство обязано предоставить вам право посещения школы Эта вся ерунда работает только до 9 класса 10 и 11 класс, ребят, важно Они добровольные Ну как? Как бы условно Это решение не конкретно вас, да Это решение вашей семьи Однако в очень частых случаях Семья уже прям сильно прислушивается к детям Если вы не хотите переходить в 10 класс Если вы хотите уходить в колледж Скорее всего родители не поддержат решение Если вы ничего не хотите делать дальше, да Но если вы скажете, что вы хотите уходить в колледж, например Если вы хотите параллельно работать Такие решения в принципе могут быть поддержаны И для всех этих вариантов тройки достаточно Однако, если у вас есть конкуренция при переходе в 10 класс Если вы хотите перейти в социально-гуманитарный класс В класс получше, например То вам, конечно же, по обществу знанию надо набирать 4 плюс А это 24 балла, друзья Вот такие задания мы относим к первой части Вот такие задания мы относим ко второй части Можно поставить на паузу, изучить, рассмотреть Теперь, что мы делаем за 10 дней до экзамена С точки зрения теории Есть два варианта Готовились вы в течение года или не готовились И как готовились Если не готовились или готовились кое-как Да, то у вас есть неразобранные темы Ваша задача по шагам Найти список всех тем для ОГЭ Если что, вот QR-код на список этих всех тем Отметить темы, там, как-нибудь карандашиком, маркером Которые пройдены Отметить темы, которые, соответственно, не пройдены И постараться изучить их в кратчайший срок Добыть теорию, рассмотреть видосы Есть куча роликов на YouTube, даже, ну, на моем канале, например Все общество знания за 9 класс за 2 часа, например Я буду делать, там, слив предбанника Он тоже, возможно, останется запись на YouTube Первый день, там первые полтора часа Можно пойти ко мне на курс на предбанник Там за 6 дней, по 6 часов Повторить вообще все общество знания Пройти его с нуля То есть, варианты есть Главное, иметь план и готовиться Вы все равно готовитесь последние пару, там, дней, недель Все равно все готовятся Да, если вы смотрите это видео, значит, вы готовитесь Вот вам план Если же вы в течение года занимались И вы плюс-минус хотя бы раз слышали про каждую из темы общества знания То вам нужно определить те темы, которые вы знаете лучше, хуже всего Определить популярные темы, которые точно попадутся всем на экзамене Составить план повторения, повторить темы в короткий срок То есть, вам нужно точно знать, что с большей вероятностью попадется на экзамене И повторять именно это в первую очередь Теперь список тем, которые точно попадутся на экзамене Вот он Это то, что 100% попадется каждому из вас на экзамене Окей? В задании номер 5 1000% Что все это встретится каждому из вас Эти темы 100% у каждого из вас будут в варианте Ну, почти у всех Поэтому, в первую очередь, повторите именно вот эти темы, друзья Это очень важно Окей? Теперь С теорией разобрались, что делать с практикой Решаем задание по темам Выполняем несколько пробных вариантов на время Напишите, come on, хотя бы один вариант целиком на время Прям вот от первого задания до 24-го Каждое задание И прям не перепрыгивайте задание Помучитесь Попытайтесь сделать Особенно задание по тексту Для этого отлично подойдет Открытый банк заданий FIP Там можно посмотреть Там можно это все открыть Теперь Сейчас будет достаточно такой непростой слайд Визуально Здесь будут одни штрих-коды Но я думаю, это будет вам полезно Смотрите Я подготовил для вас Типа шпаргалки Условные, да Все новые типы задания номер 6 Очень популярная тема Я состою в беседе Учителей по обществу о знанию Там более тысячи российских учителей по обществу о знанию Которые готовят детей Которые их будут проверять Все знают, что в этом году добавили накануне экзамена Новые типы задания номер 6 Мы уже составили по ним файлик Можете пробежаться Можете посмотреть Можете распечатать Дать своим школьным учителям Чтобы они раздали одноклассникам Чтобы вы все это смогли повторить Окей Типа задания номер 5 Понятие Словарик для номер 1 Как правильно делать задание номер 12 Шпаргалки по теории И разбор заданий 21-24 То есть По большому счету Ну, это огромное подспорье Вот этот слайд Скриньте, забирайте Все QR-коды Посмотрите Если вы готовитесь с кем-то вместе Например, с одноклассниками Распечатайте все это Пускай кто-то повторит, например И потом вам объяснит задание 6 А вы ему номер 5 Хорошо? Хорошо Теперь касательно оформления Тоже кратенько, быстренько, да Посмотрите внимательно на вот этот слайд Приблизьте, пожалуйста, вот эти штуки Вот эти буковки Научитесь, пожалуйста, вы заранее писать Ваша фамилия Имя Отчество Заранее В правильном формате Окей? Ну вот я тысячу раз объясняю ученикам Мне обалдеть, как сложно писать букву А Вот это вот Какая-то вот греческо-церковно-славянская Я никогда не писал Вот Но я даже не могу ее написать Понимаете? Я всю жизнь пишу букву А вот так Везде Где бы я ни писал Где бы Либо вот так Ну то есть я пишу Как лепша Я всегда пишу прописью Я не пишу печатными буквами А если я пишу печатными буквами Я пишу вот так Понимаете? Вот Я просто их не соединяю Но при этом смотрите И буква В, и буква А У меня написаны прописью Я всю жизнь так пишу Нельзя Нужно заглавными буквами Р А В И так далее Потому что это проверяет компьютер Хорошо? Вот это посмотрите Вот этому научитесь Циферки тоже Это уф Атас Четверку как пишете? Я четверку пишу вот так А надо Вот так Как букву Ч Но мне очень Неудобно это делать Но надо Научитесь Набейте руку Хорошо? Потому что если вы испортите бланк На экзамене Это вызовет у вас стресс Безусловно вам все поменяют Вам не переживайте Если вы допустите ошибку Вам бланк поменяют Без проблем Во-первых Во-вторых Вы можете исправлять Вот у нас здесь целиком бланк не поместился Там внизу есть поле для исправления Если вы ошиблись Вот здесь при оформлении Вам эксперты В аудитории проверяющие Дадут Новый бланк Если вы ошиблись В заполнении ответов Вот циферки видите Пошли Где компьютер проверяет Там внизу будет форма для исправлений Экзаменатор Который присутствует в аудитории Он все это знает Все технические моменты Как это оформлять Не переживайте Вам все помогут Вам все сделают Но Если вы косикнете Но вы сами занервничаете Вы будете переживать Что вы теряете время Что вы можете что-то переписать не так И так далее Поэтому друзья Препетируйте Эта штука важная Теперь немножечко По поводу оформления бланка Ответов номер два Это то Где вы пишете свой ответ От руки То что вы сдаете Экзаменатору То что будут проверять Живые люди Здесь Правил оформления нет То есть Пишите как будто для себя Главное помните Что будет читать другой человек Поэтому пишем разборчиво Аккуратненько Понятно Еще раз Да ребят Все знают Прекрасно к девятому классу У кого какой почерк У меня был почерк отвратительный Поэтому не торопимся Аккуратненько пишем Красиво Чтобы экзаменатор Смог прочитать И никакие баллы Не потерялись Окей Теперь приближаемся Еще ближе к экзамену С планами определились Что делать Поняли Что делаем Накануне экзамена За шесть дней До экзамена Систематизируем всю теорию И прорешиваем Как можно больше практики Я вам рекомендую Это сделать Вместе со мной На курсе предбанник Потому что За шесть дней до экзамена Мы проведем Шесть занятий Длительность каждого занятия Пять-шесть часов Конечно же с перерывами За это время Мы пройдем целиком Всю теорию И всю практику То есть вот Все сто процентов Действий Которые нужно выполнить Для того чтобы получить ОГНа пять Мы с вами сделаем Кратко Быстро Но понятно Что у нас будет У нас будет Веб с экспертом Эксперт ОГ и ЕГ Из Москвы и Московской области Который проверяет работы Одиннадцатых классов И девятых классов Проведет на предбаннике Урок Расскажет Правила Оформления У нас будет Закрытый урок С разбором Вариантов Дальнего Востока Как вы знаете У нас разные часовые пояса Соответственно Например Если вы живете В Центральной России По московскому времени То на экзамен Вы идете условно к девяти К этому времени Дальний Восток Уже все написал Уже ребята вышли с экзамена Сфоткали варианты Показали Почему это важно Задания могут Слово в слово повторяться Чтобы мы понимали Сложность варианта Накануне экзамена Идете в школу Сотика Чисто смотрите стрим Решайте Ну и конечно же И все остальное Полный разбор Второй части Домашка К каждому дню Изучаем всю теорию Решаем практику Решаем вместе Целиком варианты Домашку делайте На платформе Особенно письменную часть Ребят Ну вот Бог с ней С тестовой Шесть дней Вы все шесть дней Можете делать Письменную домашку Но научитесь Вы в конце концов Делать задания Первое Пятое Шестое Двенадцатое Напишите Сдайте на проверку Пусть вам скажут Где ваши именно ошибки Что вам нужно Именно подтянуть Хорошо Также При записи на предбаннику Получаете кучу подарков Курс На самом деле Это уже все Не актуально Друзья Потому что До экзамена остается Совсем немного Вот эти подарки Вы их получите Безусловно Если захотите Вы сможете кому-нибудь Их дать Самостоятельно посмотреть Но у нас до экзамена Остается меньше Десяти дней Надо смотреть Чисто предбанник У предбанника Те, кто его приобретают Остаются записи То есть Если вы не успеваете В какой-то из дней Предбанника Вы можете Посмотреть Это в другой день Хорошо Вот расписание Предбанника Вот собственно Полная разбивка дней Соответственно Если вы не успеваете Например На вот эти дни Вы приходите Условно там К 22 То вот эти дни Вы смотрите в запись Делаете домашку По ним Сдаете Вот на эти дни Приходите онлайн Понимаете То есть Все возможности У вас есть друзья Поэтому пожалуйста Записывайтесь Предбанник Супер доступен По цене Я буду рад Видеть каждого из вас И надеюсь Смогу дать вам Максимум знаний Накануне экзамена Предбанник Это отличная возможность С нуля На четверку Подготовиться Либо с четверки Подняться на точную пятерку Если вы пробники Писали в течение года Хотя бы на три На четыре Пятерку Вы сможете получить За счет предбанника Итак друзья Чтобы записаться Переходите по ссылке В описании к этому видео Группа ВК Пишите Предбанник Мои ребята Расскажут вам подробности Как записаться Это первое Второе Конечно же В телеграм канале Вы можете отсканировать QR-код На самом верху В телеграм канале На шапке Вот здесь вот Есть кнопка записаться Тоже можно нажать Тоже мои помощники Мои ребята Вам все Подскажут и расскажут Ребята Осталось не так уж и много До конца Подготовки До конца девятого класса Пожалуйста Соберитесь Мобилизуйтесь Есть возможность За последние дни Сделать невероятный Скачок В знаниях Приходите на предбанник И желаю вам всем Успехов друзья До встречи Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok